Повестки дня 40 вопросов, из которых один по сокращенной программе, три постановления. Основными, как считается, будет отчет председателя счетной палаты о работе счетной палаты за 2021 год. Ну и, конечно же, политический вопрос – это о лишении депутатского мандата, незаконном с нашей точки зрения нашего коллеги Рашкина Валерия Федоровича. Почему незаконно? Вот мы одновременно с делом Рашкина озвучили вам несколько вопросов. В заповеднике в Якутии три сотрудника, один прокуратуры, второй Россерхоснадзора, третий глава судебных приставов застрелили в заповеднике 13 оленей и два соболя краснокнижного. Вот с тех пор не получили ни одной запятой. В это же время, вместе с Рашкиным, или в то же время, когда Рашкин там поохотился с товарищами, первый зам главы администрации Рязани и руководитель Россерхоснадзора в заповеднике застрелили двух оленей, то есть двух лосей. Есть депутатский запрос, ту же генеральную прокуратуру, 0,1 ответа. То есть мы считаем, что решение по Рашкину политически мотивировано, расследовалось грубыми нарушениями нашего законодательства, и об этом наш представитель обязательно во время рассмотрения постановления расскажет. И в принципе торопливость вызывает большие подозрения. Почему? Потому что, ну вы же понимаете как, после второй инстанции есть еще окружная инстанция, есть две инстанции в Верховном суде. Ну а допустим, если наш суд, самый гуманный суд в мире, на очередной инстанции отменяет, а вы уже мандат у человека отняли, вы как его назад вернете? То есть, ну получается, что кто-то очень торопится, и нам непонятно, как в условиях, в принципе, военной операции специальной, ну заниматься такими вопросами. Потому что, ну, тем более, человек возместил лося, заплатил все штрафы. И выяснили здесь вопросы, которые требовали доследования. Потому что, ну, с нашей точки зрения, это была постановочная, вообще-то, операция, которая разрабатывалась, наверное, несколькими службами. Ну и была реализована успешно в отношении привлечения Рашкина. По сегодняшней ситуации, вы знаете, что КПРФ разработала, утвердила и предложила 20 неотложных мер по выведению страны из кризиса. По нашему глубокому умеждению, сегодня правительство и вчерашнее рассмотрение закона, внесенного почему-то депутатами, показывает о том, что некоторые члены правительства, в принципе, выжидают, что все само собой утрясется. Ничего не утрясется. Более того, ситуация будет усугубляться. Потому что сегодня пока все более-менее устойчивые структуры на два месяца отпустили в сезонный отпуск работников. По нашему мнению, где-то в середине июня, в июле начнется нарастать массовая безработица, если не решать вопросы реального импортозамещения и улучшения доступа к дешевым кредитам, а не таким, какие есть у нас. Потому что, обратите внимание, у нас СМИ говорят о том, что в ЕС, в США инфляция 8%, но у них 0,05% ключевая ставка в ЕЦБ и 0,5% ФРС. Посчитайте, во сколько это раз больше, чем у нас. Поэтому мы глубоко убеждены, если в правительстве не будет разработана программа реального импортозамещения, где должен Минэкономразвитие, Минпром, Минфин, отраслевые министерства сесть и по каждой позиции, вот приняли против нас 10 560 санкций, на каждую из них должен быть разработан конкретный план мероприятия с конкретным Иваном Ивановичем Ивановым, ответственным за решение этой проблемы. Такой ситуации он будет реализован. А так все будет бла-бла-ля-ля и ухудшение ситуации. О ситуации, как контрольные органы душат наши предприятия в угоду уходящим с рынка, расскажет Сергей Иванович Казанков. Пожалуйста. Совершенно верно. Счетная палата, она должна контролировать эффективность расходов бюджетных средств. У нас в стране примерно 50, даже больше, контрольных, надзорных органов. И вот у меня возникает вопрос, насколько они исполняют решение президента о импортозамещении, о развитии производства. Потому что я приведу примеры, которые не согласуются с логикой. Пример первый. Суд состоится 1 июня, через несколько дней. Путин объявил, должно быть импортозамещение в стране. Крупнейший производитель Мариел начал производить газированную воду. Так вот, местный ФАС возбудился на отечественном производителе. Ему показалось, что этикетка, одна из напитков, похожа на фанту компании Кока-Кола. И теперь он подал в суд, чтобы взыскать деньги, четверть миллиона рублей, с российского производителя, защищая американскую компанию. Что это за импортозамещение? Я вот не могу понять. Второй момент, мне кажется, нужно тоже озвучить. Сразу скажу, суд будет уже послезавтра, 27 мая. Вы помните, раньше карты определялись по бумаге. А потом мы здесь бюджета, надзорным органам дали деньги, чтобы они могли через спутник определить ровные границы. И выяснилось, что совхоз Звенеговский построил часть свинарников с 30 штук с нарушением и телятники. Есть два пути решения проблемы. Первый, это обязать все-таки предприятия взять в аренду с обременением эти участки земельные и заставить выкупить. Но надзорные органы наши решили выбрать второй. То есть снести 30 свинарников, 26 телятников и вернуть землю в первоначальное состояние. А там и местные жители, и через космоснимки видно. Раньше были болота. Сколько убить животных и решить рабочих мест? 27 тысяч КРС, тысячи людей будут безработными. И будет у нас болото в России. Я вот не помню, чтобы кто-то просил болото. Сам по образованию врач-невролог, и вот не могу понять, как человек слышит одним ухом продовольственную безопасность, другим слышит развитие производства, трансформируется. А давайте в России вернем болото. Я тоже считаю, что он работает явно не на нашу страну. У меня огромные сомнения, это ли целевое использование бюджетных денег. Я напоминаю, что все они работают, получая деньги с нашего бюджета. Я для справедливых скажу еще и про муниципалов. У нас в России наблюдается бум. Мне как к предкомитету по малому среднему бизнесу приходят обращения со всей страны. Почему-то мэры городов решили, что у предпринимателей должны вывески быть такие, чтобы каждая буковка светилась отдельно. Мы только за этот год приняли здесь в Думе три пакета поддержки малосреднего бизнеса, потому что треть из них работает в убыток. У них огромные кредиты, и поэтому они заменить вывески не могут. Замена эта стоит 120-200 тысяч. Поэтому муниципалы приходят и штрафуют их на 100 минимум тысяч. Я вот не понимаю, нам нужно развивать, сохранять производство или буковки светящиеся во главе ставить? Счетная палата, она ведь обязана на самом деле контролировать расход средств. И у меня возникает сомнение, на ту ли страну работают наши надзорные органы. Есть такое мнение, что эти западные санкции не так страшны, как наши российские надзорно-контролирующие органы. Тогда пусть и финансирует их не российский бюджет, а Госдеп США. Как считаете? Сегодня будет отчет контрольно-счетной палаты Российской Федерации. И основные цифры вы знаете. Самая вопиющая цифра – это полтора триллиона рублей, больше полтора триллиона рублей незаконно расходованных средств в бюджете с нарушениями законодательства. Это говорит о двух вещах. Либо система неправильного распределения финансирования, либо команда недорабатывает. Мы на протяжении длительного времени, фракция КПРФ ставила вопрос о том, что все финансовые инструменты должны работать на территории Российской Федерации. Не надо покупать ни евро, ни доллары, ни иностранные ценные бумаги. В результате того, что правительство длительное время принимало решение о закупке долларов и евро, сейчас порядка 300 миллиардов долларов замороженных средств Золотого Валютного Резерва. И мы обязательно зададим вопрос председателю контрольно-счетной палаты, почему не было воздействия должного и почему эти средства не работали на экономику Российской Федерации. Значит, еще контрольно-счетная палата предоставила вопиющие цифры о недостроях в Российской Федерации. Так, на 1 января 2020 года более 74 тысяч недостроев в субъектах Федерации, 14 тысяч недостроев в Российской Федерации. Наряду с тем, что по 2019 году неизрасходовано бюджетных средств более триллиона 100 миллиардов рублей, по 2020 году более триллиона неизрасходованных средств, а в это время будут приниматься решения о том, о сносе недостроя. И, как правильно сказал Сергей Иванович, непонятно, кто управляет стране и почему пятая колонна, видимо, превалирует над патриотическими какими-то мероприятиями. У нас микрорайон Суворовский, там недострой, здесь не хватает школ и детских садов. Ребята сами, предприниматели, построили целый рынок Атлант с капитальными зданиями. Сейчас принято решение о сносе этих зданий. Это безумие какое-то. Земли в России хватает, а такие идиотские решения принимаются. Будьте ближе к Компартии Российской Федерации и надо уже просыпаться, товарищи. Спасибо.